МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире деловые новости. В студии работает Владимир Беляков. США надеются на улучшение российско-американских отношений и хотят повлиять на поведение Москвы с помощью санкций, пишет Лентару. Мы бы хотели иметь более хорошее отношение с российским правительством. И санкции – это один инструмент из целого набора, при помощи которого мы можем попытаться настроить какое-либо правительство на улучшение поведения, заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт. Вашингтон пообещал ввести новые санкции против России 22 августа из-за приписываемой Москве причастности к отравлению Великобритании двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. Москва неоднократно отвергала обвинение в свой адрес. Россия пригрозила США ответными мерами на новый пакет антироссийских санкций, сообщает ТАСС. «Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позицией силы и ультиматумов бесполезен и бесперспективен. Российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона», заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия не приемлет выдвигаемые США требования для снятия ограничительных мер. Кастак передает, причины падения тенге прокомментировали в Национальном банке Казахстана, следует из сообщения пресс-службы регулятора. 9 августа 2018 года курс тенге ослаб на 1,6% в сравнении с предыдущим днем. Это стало следствием обесценения рубля на фоне возросших рисков ужесточения санкций в отношении России и снижения цен на нефть, говорится в сообщении. В настоящее время курс образования происходит без участия Национального банка Казахстана, заключается в сообщении. Власти Ирака приостановили банковские переводы с финансовыми учреждениями Ирана после введенных США санкций в отношении Тегерана, передает Иранское телеграфное агентство. Министерство финансов США направило в Центробанк Ирака письмо, в котором обязала иракские банки прекратить все операции с банками Исламской Республики, угрожая заморозить их активы и внести в черный список. Помимо банковского сектора, антииранские рестрикции коснулись и энергетики. Правительство Ирака приступило к поиску альтернативных Ирану источников энергии в свете экономических санкций, введенных США. Костак передает. На электронной бирже труда в Казахстане вакансий зарегистрировано больше, чем резюме, сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев. «Сегодня на электронной бирже труда порядка 50 тысяч вакансий, около 30-35 тысяч резюме. Работодателям нужны работники, но они их найти не всегда могут. Даже если все наши соискатели полностью будут соответствовать, их все равно не хватит. Поэтому мы сейчас активизируем эту работу», – сказал Мукушев. При этом он отметил, что с начала этого года более 210 тысяч граждан труда устроились на постоянные места через электронную биржу труда. Apple предложила разрешить использовать их iPhone в качестве удостоверения личности, пишут известия. Соответствующую заявку корпорация направила в ведомство по патентам и товарным знаком США. Использовать гаджет вместо паспорта предлагается с помощью технологии радиочастотной идентификации, которая передаст зашифрованные данные владельца. Предполагается, что концепция станет востребованной как у частных компаний на пропускной системе, так и у таможенных ведомств государств на паспортном контроле, отмечает РИА Новости. Между тем, 8 августа исследователь безопасности Иоанн Бир предложил Apple выплатить ему 2,5 миллиона долларов за уязвимости, которые он нашел в операционной системе IOS. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Генеральный партнер программы Деловые новости ТО Торговый дрон Нуртас Нуртас Сауда Иежуап Кершликшек Келусеркестігі Қарғалы Кенуорнының М-1000 маркала сапалы фракциялық тасын осынат. Сонымен қатар, Ағшат Кенуорнының белгілі М-800 маркала фракциялық таса. Жеткізу мүмкін. Нуртас ең үстік тас бізде. Біздің телефономыз 46-36-та.